Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 апреля. И вот вчера я сидела ровно у этой же грядочки, показывала, как я сею салат, и что я его оставила для того, чтобы грунт смочился снегом и дождем ожидаемым, по прогнозам синоптиков. Вот сейчас сижу у этой же грядки, конечно, уже даже лунок не видно, но я хотела вам рассказать про Пекинку. Помните, я вчера сказала, что вот как раз посмотрим, Пекинка выдержит минус 5 или нет, и теперь даже не знаю, вот видите, никакой Пекинки, я здесь вообще никогда все засыпала большим слоем снега, я вот откопала две штучки, и вот сижу над ней теперь и не знаю, что делать. То ли ее прикрыть хотя бы стаканчиками, или уж пусть она лучше под этим толстым слоем снега посидит от мороза, может быть, он ее и убережет. Конечно, жаль, вот такие маленькие растения, но у нас в сибирском регионе погода непредсказуемая. Вот они мои любимые, которые, которые я думала, что это рокамболи, а оказалось, что это лукамзор какой-то Суворова. Он-то, конечно, очень морозостойкий, я насчет его даже не сомневаюсь, он выдержит. А вот маленьких пекиночек очень жалко. Иногда, ну я знала, что будет холодно, я вчера еще вам говорила, но иногда люди высаживают, когда даже не знают, вот сижу в раздумье, то ли спасать эту пекинку, хотя бы стаканчиками прикрыть, или чем-то, или уж лучше наоборот, посильнее укутать, и действительно, чтобы были испытания со стопроцентной достоверностью, чтобы точно знать, что пекинка выдерживает мороз минус 5, как написано во всех статьях, как написано в характеристиках ее сорта. Но я что-то уже сомневаюсь, что она минус 5 выдержит. И еще очень жалко, конечно, вы вчера видели вот этот цветочек. Вот такая у нас сегодня погода. Средина апреля, Сибирский регион, Алтайский край, все цветы засыпаны снегом. Все, до свидания. Будем ждать второго прихода весны. Первый не удался.